Вакцинировать от коронавируса в регионе, напомним, начали в середине декабря. Всего в Ульяновской области уже привито более 320 тысяч человек первым компонентом вакцины и 270 тысяч полностью вакцинированы. Уколы делают в поликлиниках и специальных пунктах. Для жителей сел и деревень вакцину привозят на передвижном медпункте. Причем можно не только привиться, но и проконсультироваться с медиками по другим вопросам. В Большом Нагадке на ФАП работают в центре села по соседству с рынком и зданием администрации. Именно в этом месте наблюдается большое скопление людей. Константин Ершов, житель Цельнинского района, решил воспользоваться случаем и вакцинироваться в буквальном смысле в двух шагах от рабочего места. Первый компонент вакцины мужчина перенес без симптомов и через 21 день, как положено, пришел за вторым компонентом. Я решил вакцинироваться, потому что, во-первых, болезнь очень опасная. И я не понаслышке знаю, что такое болезнь с коронавирусом. И в более этого года я перенес это, я перенес его средней тяжести, потому что целый месяц я практически болел. И на самом деле даже было страшно. В среднем в день приходит по 20-25 человек на вакцинацию. Сделать прививку в передвижном медпункте можно по четвергам с 8 до 12. Или в местной больнице. Среди желающих есть те, кто пришел впервые. Елена Митрофанова работает в детском саду. И чтобы обезопасить себя и детей, решила вакцинироваться. Несмотря на то, что уже переболела ковидом в прошлом году. Очень удобно то, что есть такой передвижной пункт, где можно сделать прививку. Не нужно ходить в очереди, в больнице, чтобы в следующий раз подтверждаться контактами. Вакцинация в передвижном медпункте очень удобна, ведь не нужно ехать в районную больницу и стоять в очередях. Вакцину с колес доставляют самые отдаленные населенные пункты области. Да, выезжает раз в неделю точно, иногда почаще. Недавно я была в Покровском и в Степно-Маненково. Постоянно выезды есть такие. То есть тоже популярность пользуется? Да, конечно. Некоторым просто неудобно ехать в Нагадкино, а передвижной папа очень сильно помогает. Сейчас в селе параллельно проходит ревакцинация от коронавируса. Вторая прививка рекомендована всем тем, кто делал ее более полугода назад. Однако, по словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова, на данный момент в регионе ревакцинировались меньше 5% населения. Сделать повторную прививку можно во всех действующих центрах вакцинации.